меня поразила еще одна история которая прочитал сегодня мне принесли и есть один раввин мой учитель давид крюгер он преподает у нас вещей витал датышу рун своем выбирал ищи в тарад хэм в москве когда я там учился почти 20 лет назад уже и я начинал у него учиться и сейчас он знает что вот я делаю блоги на толдоте он все время мне подбрасывает интересную информацию много интересной информации как раз к блогам это с идеи равдовида крюгера который мне принес такую такую историю сегодня который меня просто поразило история такая нужно знать что долгий период времени в россии белоруссии литве польши и так далее 3 до 30 40-х годов когда уже началась катастрофа ну неважно вот весь скажем грубо говоря всю первую половину или первую треть двадцатого века выйти замуж за парня который учился в ешиве это было непочетно для еврейских девушек говорили что если девушка она хромая или у нее есть какой-то другой физический недостаток нужно перед ней вставать почему потому что она точно станет женой раввина в будущем такая была грустная горькая шутка и в связи с этим вот есть такая история конец который меня просто просто пройдет был человек который который учился в ешиве тельс на этот район тель шай в литве одна из очень известных и и живот особый путь вдумчивого изучения торы работа над собой специальная школа великие мудрецы торы не управляли и вот этот бахуру ешива он искал себе шедух долго долго искал соответственно поскольку очень мало девушек соглашались встречаться с бездельниками как тогда их называли именно с парнями которые посвятили свое изучение тор то очень очень мало вариантов шедухов у него было в конце концов нашелся какой-то вариант для него шедуха и он пока все переписывались письмами пока договорились татататы что договорились окей он едет в этот место в это место куда где живет девушка которая согласилась с ним встретиться там написано что две недели он ехал по дорогам то есть он в течение двух недель был путешествий откуда докуда он ехал там не написано не знаю чем он ехал в течение двух недель подходит к двери все адрес веру приехал на вокзал приехал нашел дом нашел адрес поднимается на этаж стучится в дверь никто не открывает стучится дверь то не откроет стучится двери на 15 минут сейчас никто не открывает удивляется как такое может быть через 15 открывается дверь на пороге стоит девушка молодая и говорит так молодой человек я знаю кто вы вы баху решива вы должны были встречаться с девушкой но у меня к вам вопрос не могли ли бы вы и не хотели ли бы вы встретиться с ее младшей сестрой этот парень секунду подумал и согласился секунду подумал старше строится младше с младшей встретился с младшей оказались что оказалось все нормальный подход они поженились и все вроде бы было у них хорошо да они жили долго и счастливо на вы думаете что конец истории нет история такая этот парень понял что произошло как бы он потом слышал это от своей жены но как бы чтобы старшая сестра когда рассказала с кем она собирается встретиться подругам в кругу своего общения все они начали смеяться ты собираешься выйти замуж за выхуру и жива за бездельника я не смогла но с другой стороны когда он приехал две недели был в дороге он стучался в дверь они уже видели наверное вас окна тогда младшая скала старший нас уж ты не можешь так парни парнем даже не встретиться не открыть ему дверь невозможно я не могу я не в состоянии я поняла что я не встанет за него выйти замуж я не могу этого сделать не смогу не смогу переступить через себя вот это вот общественное мнение как бы я не могу через это переступить тогда младшая решила так по-еврейски так себя вести нельзя вот это не по-человечески парень ехал две недели просто не открыть ему дверь просто его не пустить на порог я нам на восемь лет младше своей сестры но я попробую вместо нее выйти на шедух и вышла но не что на шедух так вот это была история которая была за дверью за те 15 минут пока он стучался а конец этой истории такой когда урава и цикамейра шапиро спрашивали как он заслужил такого сына как равмойщий шапиро зацар он говорил это не моя заслуга это заслуга моей жены понимаете теперь кто был этот кто была эта девушка которая была на 8 лет младше своей сестры так вот мама равмойщий шапиро по мнению папы равмойщий шапиро заслужила что у них родился равмойщий шапиро потому что у нее были такие еврейские человеческие качества сибачь